МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо компании Гомель, в студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Здоровье народа и демографичная беспека. Релизацию державной программы разведели на посяжении Гомельска Гарвы Конкама. Погляд на сущность, крок в будущем. Сегодня в Беларуси стартовал перепис насильства. С корыстью для природы и громадства в регионе проходит масштабная акция по озеленению населенных пунктов. А сейчас об этом иншим больше подробно. Другий форум регионов Беларуси и Украины и первый особистый состреж Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Президент Беларуси сегодня с рабочим визитом наведал Житомир. В аэропорте керавника Беларусской державы сострел особистый Владимир Зеленский. После прилета каля трапа вертолета девушаты в национальных украинских костюмах поднесли беларускому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло повитали один-одного и членов делегации. Далее Александры Лукашенко и Владимир Зеленский накировались на перамовы на одном автомобиле. Лидеры подробно оберковали перспективы развития двубокового супрациониста. Обменялись оберкованиями по пытаниях регионального и международного парадку дня. Беларусский лидер подяковал Владимиру Зеленскому адымя усёй нашей делегации, означавши, что у Житомира на форум регионов в Оголе приехали амаль полтысячи человек. Александр Лукашенко означавши, наши народы разумеют один-одного, хоть и размовляют на разных мовах, и выказал упевненность, что усе домовленности помеж Беларуси и Украиной будут выконываться. Сегодня мы живьём встречаемся здесь с глаза на глаз для того, чтобы ещё раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. Нам история предоставила такой шанс, договорившись исполнить его благо наших народов. Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договорённости. У нас не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины. Это глубокая, большая идеология, основанная на той истории, которую мы с вами пережили, да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Я хочу вас заверить, что вы никогда вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надёжными, вашими сторонниками, партнёрами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские, отецные отношения, за нами дело не ставят. Перамовы лидеров у двух краин протягивались больше за 2,5 годины за мезопланованных 45 хвилин по офицейной программе. Подробязности Великой Размовы были огучены на поширенном посяжении. Так, Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обмерковали супрационниство у нафтоперопроцовцы и поставках нафты. А кроме того, Беларусь пропануя Украине створать суместные предприемства и супрационнишать у ракетобудования. А наша межа не повинна быть перешкодой для перемешения людей. Перекананы Александра Лукашенко. Не обошли боком и тему военных действий в Донбассе. Президент Беларуси выполнены в поспеховом мирном урегулировании конфликта. Владимир Зеленский подяковал Александру Лукашенко за переговорную пляцовку у Минску. Вот искренне, мне очень приятно было с вами встретиться. Хотя средства массовой информации и политики, наверное, излишний ажиотаж создали вокруг этой встречи. И, конечно, и на вас, и на меня. Это на нас как-то давило, но буквально с первых минут мы поняли, что мы близкие люди, что у нас общие проблемы. И у вас их хватает, и в Беларуси этих проблем хватает. Везде сейчас проблемы. Позднее керавники держав приняли удел у пленарным посажения другого форума регионов Беларуси и Украины. Нагадаем, на первые дни были заключены первые контракты. Домовленности перевысили 500 миллионов долларов. Скорбонку пополнили, домовленности у нафтохимичной галине чакаются буйные поставки в Украину наших Белазов и техники Амкадор. Беларусь зацикавлена развивать кооперационные связи с Украиной у промысловостей и их сельской господарци. Сегодня в Гомеле прошло посажение городского выконавшего комитета. На парадку дня выники реализации державной программы «Здоровье народа и демографичная безопасность». Разглядили удельники и деятельность гаражных кооперативов. С даденными ознайомилась Ганна Корольчук. Сирот головных на прамку держпрограммы «Здоровье народа и демографичная безопасность» «Ахова материнства» и «Умацевание института семьи». За 9 месяцев этого года система передабортного консультования у Гомеле дозволила заховать 307 першопочатков нежаданных тяжарностей. Однако тенденцию натурального сменшения насельництва «Покульперадолит не удается». Каппадовжить житёх гамельчан, сфера Ахова здоровья робец упор на раннее выявление захворывания с допомогой скрининговых программ, проведения электрокардиограммы и проверки артериального тиску. Приобретено 30 систем холтеровского мониторирования. Это для суточного мониторирования электрокардиограммы для поликлининг города, что позволило на 67% увеличить количество исследований. Приобретено 20 дополнительных систем суточного мониторирования артериального давления. Увеличили количество исследований на 43%. Кроме того, приобретено 8 единиц эндоскопического оборудования, 9 единиц аппаратов для проведения ультразвуковых исследований высокого и среднего класса. Принятые меры допомогли снизить смертность от нового утворения больше, чем на 5%. От захворывания у системы кровозворот больше, чем на 8%. Особливая увага в профилактичной работе, працованным в возрасте от 40 годов. Усего на выполнение державной программы селиты накировали 107 миллионов рублей. Другое питание, якое обмерковывали подчас посаджения, – деятельность гаражных кооперативов. Зараз их у Гомеля 159, больше, чем на 37 тысяч мест. Эта личба в несколько разов превышает показчики иных областных центров. При этом у Чарзе еще свыше 1300 человек, большаясь в центральном районе города. Старшиня Гомельского гарвыконкам Петр Кереченко в червине доручил специалистам отказных службов проанализовать ситуацию. Проведена инвентаризация очереди людей, которые внуждаются в строительстве гаражных кооперативов. В настоящее время, с июня месяца, очередь по городу снизилась, более 400 человек были исключены из очереди. Человеку отправляется письмо с уведомлением, если он в течение месяца не отвечает на это письмо, не приходит в гаражный кооператив, где есть место для строительства, он исключается решением администрации из очереди. Альтернатива гаражным кооперативам – подземные пархинги и парковки на дворовой территории. В новых забудовах еще при проектовании на каждую квартиру выделяют по одному месту. Еще одна махчимость выращивания вопроса – механические шматозровневые стоянки, которые выпускает Могилев Лифтмаш, различные на 12 автомобилей. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». Завтра в Беларуси пройдусь шарговые промои-линии мясовых органов улады. В Гомельске мабл-выконкаме с вороты громадян будет принимать наместник старшины Владимир Горбачев. Номер телефона в Гомеле 33-12-37. Промои-линия працуют с 9 до 12-ти годин. У ГТСЧС на совете будет первый наместник старшины Гомельска Гарбачев Александр Севакул. Номер телефона 33-09-59. Как будет развиваться бизнес Гомельской в области, что хвалюет предпринимательников, какие структуры нужно объединить для больше эффективной работы правотного сектора экономики. Сегодня по часу Острышненского регионального форума, который прошел в Гомельском районе, бизнесмены, представники громадских объединений, банковские структуры, обмерковали стратегию устойливого развития в области. Марина Джалая с подробностями. Александр Козлов в бизнесе 5 годов. Займается вытворчестью в огне тревелых материалов. Это пилотный для Беларуси проект. Ранее, а малюся, операционная биография бизнесмена была связана с працей на Жлобинском держпредприемстве. Зараз не шкодует, что открыл властную справу. Тяжкость укажет досыть. Например, недобросумленная конкуренция либо пыльные барьеры во взаимодействии с держпредприемствами. Але Александр ведая, что робить, как бизнес развивался. Такие формы соправданная знаходка, бо за один день можно отримать отказы, бодать, что на усе пытанье, и ке узникают у предпринимальников. Их головная заявляется упевненность, что разом можно уплывать на изменение законодавства и либерализацию умов ведения бизнесу. Такие мероприятия не просто необходимы для малого бизнеса. Для того, чтобы понять, куда нам двигаться, чего нам ожидать от завтрашнего дня. И как мы можем со своей точки зрения нести маленькую лепту в совершенствование, скажем, принятие каких-то законодательных актов, позволяющих нам дальше более успешно работать, а соответственно помочь другим, таким же, как и мы, открыть свое действие, значит, зарабатывать больше денег, будет больше многих людей, страна будет богаче, будет богаче страна, всем, наверное, от этого будет хорошо. Та помощи региональному бизнесу, кажучи простыми словами, стать на ноги, можно празд взаимодействие с громадскими объединениями, именно ведь и теми, которые саденничают развитию предпринимательства и зацикавлены в его умоцовании. А кроме бизнес-ассоциаций региональных, республиканских и международных, в худшем часе на Гомельщине появятся бизнес-кластеры. Взаимодействие с малым и средним бизнесом. Я только приведу одно направление, которое мы сейчас пытаемся раскрутить, это развитие кластеров. Кластеры вообще популярная тема для поддержки малого предпринимательства, бизнеса, для региональной экономики, но кластеры это такая структура, такая сеть, в которой участвуют разные игроки, в том числе и общественные объединения. Вот на стадии кластеров мы хотели бы инициировать образовательные программы, инициативы для малого, среднего бизнеса. Такие конференции проводятся в регионах третий год за пар. Наведывание областных центров и гутерки с мясцовыми бизнесменами дают мягчимость доведаться об реальном стане справ в этом экономичном сегменте. С тягом часа умовы для ведения бизнесу становятся больше зручными, потому что доступными стали кредиты для бизнесменов. Интересные результаты показывают наши опросы. Если еще 4-5 лет назад всего четверть компаний, которые мы опрашивали, говорили о том, что они обращались за кредитом, а еще меньше получали этот кредит, то в прошлом году, ну вот в этом году, вернее, в самом последнем вопросе, почти половина сказала, что обращалась, и там 45% сказали, что получили кредит. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что кредиты стали доступнее. То есть доступ к финансированию сейчас, он, это проблема, но это не ключевая проблема, потому что вот еще недавно, скажем, высокие процентные ставки, они были где-то как бы, ну вот очень высоко в списке там барьеров для развития бизнеса, а сейчас они уже на последнем месте. Специалисты кажут, что опошняя гадыбизнес и все правды стал драйвером экономики. Люди готовы становиться предпринимальниками. Халоне, как законодавство так само больше расчурше адаптавалося под сучасные реалии, в яких коммерцинные структуры, это будущие экономики, як региональной, телерадио «Компания Гомель» с Гомельского района. Сегодня в Беларуси почался перепис насильництва. Компания протягнется до 30-го кострышника. Отриманные дадзины будут выкористовываться при плановании экономичных показчиков на наступные 10 годов. Первый день перепису на Гомельшине в материале наших корреспондентов. Ровно в 9 годин ранец на Гомельшине открылися 85 стационарных переписных участков. Утымлику 26 в областном центре. В регионе у компании принимают удел около 1800 переписчиков. На участках что день будут дежурить по два человека. Их задача – работать с людьми, які пройдуть сюды для удела у перепису. Я сегодня здесь была в Белтолекоме, думаю, ну зайду, сделаю дело такое. И все. И будет для меня уже вопрос решен. Не знаю, не буду думать, что-то мне еще надо. Где-то что-то переписаться или ждать на дом. Тоже обстоятельства всякие. Не всегда дома бываешь. Ешь и одна махчимость принять удел у перепису – празинтернет. Такий способ оказался вельми запотрабованным. Только за две першые годины интернет-пераписом у Беларуси скорыстались амаль 18 тысяч человек. Пропонуемые пытания особливых проблем не выкликают, хоть некоторые нюансы у все-таки есть. Размова уприватности об так званой сельско-господаршей тематыце. Необходно поведомить, кольки на присядибном птидашном участку у рослин и какая хатня живела есть у приватных господарцев. Перепроверять сдадены не будут. Уся информация строго конфиденциальная. Сельское хозяйство вызывает у них опасения, что какие-то ведут потом налоги. То есть мы всем объясняем, всем разъясняем, что для того, чтобы ввести какие-то налоги, перепись не обязательно проводить. То есть это исключительно для нас, для статистиков, эта информация. Если говорить каким-то там простым языком, по сути, вот тому, что производят предприятия, мы добавим то, что производят население и получим некую общую цифру вообще по республике о производстве той же сельхозпродукции. А про ша дежурства на участках переписчики пошали наведовать предприемства и объекты социальной сферы. Задача с устрессой с людьми и провести опытания. Сняжана Перлова и Юлия Макаренко студентки Гомельского Державного Многотехнического Университета. С этой ВНУ в делу компании принимают 164 студенты. Причем подчас отбора увага зверталась у тымлику на их поспеховость. Все ж таки перепис будет протягиваться амаль месяц и в этот час студенты не будут наведовать занятки. Первый день агульно-республиканского перепису Сняжана и Юлия проводят в интернате областной больницы. По коль кажутся неких значных проблем не возникает, але до некоторых проживающих придется пристизну. Люди реагируют по-разному. Кто-то открывает, кто-то не открывает двери. Мы стараемся до всех достучаться, максимально охватить большее количество людей, чтобы им самим не пришлось переписываться на участках. Так, я думаю, им удобнее будет. Люди открывают не все, конечно, просто не всех можно сейчас достать дома. Некоторые находятся на работе, но мы будем охватывать всех и ходить уже в другие дни. Мы будем ходить с 4 по 18 и постараемся охватить как можно больше людей. Олег Шенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадокомпания Гомель. Гомельский областный комитет природных ресурсов и охованного окольного осяродя подрихтовал специальную памятку о применении технологии посадки древ. Ее выдание промерковано допроводимое регионе акции по доброупорядкованию населенных пунктов. С планами организаторов ознайомились наши корреспонденты. Надыход перееду с прияльного для посадки древ и кустарников дау старт проведению на Гомельшине масштабной акции по озеленении населенных пунктов. Заплановано посадить 43 тысячи рослин, але насправе гэтая личба може оказаться большзначной. Подставы мерковать так дают выники весенние кампании по озеленении, кали при плане у 40 тысяч посадили больше як 70 тысяч древ и кустарников. При этом у Гомеля перевагу отдают так званым высокомерам древам зужоз формированы корнявой системой. Если они в закрытой корневой, то конечно они проживаются лучше. То есть видите, здесь закрытая корневая идет, мешковина, проволока обмотаны, они достаются, выкапываются у нас, называется маниту с тюльпаном и привозятся сюда на участок. И то есть они с корнем, с комом земли садятся в эту землю, в ямку. В принципе, проживаемость хорошая должна быть. В связи с тем, что не дохоп зеленых насаджений особливо значительно отчувается у новых микрорайонах шмат поверховой жилой забудовы, акценты сделаны минавито на этих территориях. При этом областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного осяродя закликают принять удел у централизованной посадцы древу усех жадающих заденной просьбой не займаться этой справой самостойно. Месты проведения таких акций обовязково узгадняются с усими зацекавленными службами. Садить древы нельга там, где прокладены инженерные коммуникации и на землях, которые, сгодны с генпланами, отведены под забудову. Обрачатаго областный комитет звертая увагу на недопущальность пошкоджения высадженных древ. Законодавство продугледживая у таких выпадках вельми значные штрафы. За нарушение порядка содержания данных насаждений, их уничтожение, облом ветвей и так далее, предусмотрена довольно жесткая административная ответственность. До 50 базовых величин на физическое лицо. Кроме того, необходимо будет еще возместить как стоимость этого саженца и восстановить на этом месте, так и возместить еще вред, причиненный к окружающей среде, который тоже довольно значительный. Олег Синтюроу, Олеся Рудянкова, Яугин Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня в регионе завершился пресс-тур российских журналистов. Супрационники СМИ ознайомилися с деятельностью Республиканского навыково-практичного центра радиоцины медицины и экологии человека. Установа, побудованная в начале нулявых, за годы иснования стала одной из ведущих в Украине по оказанию специализованной допомоги насильству. Сегодня тут працуют больше по 20 разностайных накерунках, укороняют новые технологии и проводят уластные доследования. Послугами РНПЦ корыстаются и жахары соседних краин – России, Украины, Казахстана и Евросоюза. Журналистам продемонстровали техничные макшимости центра, ознайомили с умовами размешения пациентов, расповели об досягнениях и планах на будущее. Для многих удельников пресс-тура наведывание медицинской установы имело особливую значность, уличивающая ее совесть с минимизацией наступства у Шарнобыльской аварии. Мы хотели реальную картину посмотреть. То есть, все-таки чернобыльская тема, она, вокруг нее очень много мифов, много каких-то досужих рассуждений. Я вот не люблю как-то рассуждать о том, что сам не знаю, не видел, не касался. Тема такая достаточно серьезная, вот прям в режиме таком онлайн люди изучают, ученые до сих пор, несмотря на то, что уже 33 года прошло с аварией. И просто нам национальный пресс-центр создал условия для того, чтобы познакомиться с этой темой. Программа 4-й зеного пресс-тура была насыщенной. Журналисты доведались о промысловом, новоковом и туристичном потенциале Гомельской области. До других тем. Трыжихарки нашего региона вошли в топ-20 белорусок, которые претендуют на удел в конкурсе «Мисс Свету плюс Сайз». По финалистам журы вызначило со 150 бодипозитивных «Прыгажунь». Уже завтра в Минску отбудется черговый отбор. Финальная пятерка проставить Беларусь на международном конкурсе, который пройдет в Киеве с 5 по 10 листопада. Наш корреспондент Евгений Кохаронак сострелился за одной из претенденток. Знайомтеся, Наталья Колесникова, 35 годов, замужем, двое детей, даже с 8 годов, сыну полтора. По профессии наша героиня керавник туристичного агентства. В опыту удела у конкурсов «Прыгажосте» немае. В конкурсах красоты никогда. В школе я была достаточно плотной упитанной девочкой. Очень, скажем так. И если сейчас уже мой вес, моё богатство называется, то тогда это были достаточно большие комплексы. И вообще, наверное, до этого года подумать о конкурсах красоты я, в принципе, не могла. Артикул про конкурс трапив нашей героиня Калияна займалась штатенными справами, знайомилась с усветными и белорусскими новинами у интернете. И тут пошук «Прыгажонь» с пишенными формами. Мне стало интересно, статья затянула, там была легкая анкетка, ссылка на анкетку, я эту анкетку заполнила. Ну и спустя какое-то время мне пришло уведомление, приглашение на кастинг. Увидев такое количество талантливых, харизматичных, красивых девушек, я считала, что у меня нету шансов. Поэтому я была очень сильно приятно удивлена, когда утром мне позвонила подружка и сказала «Наташа, ты в топ-20». Я говорю «Топ-20 чего?» Завтра «Прыгажонь» чекает еще один отбор. Какие выпробования для их подрыхтовали организаторы, невядомо. Однако уражение от минулого кастингу у Натали засталися самые приемные. Минута отдавалась для того, чтобы сделать самопрезентацию, рассказать о своих целях, о своих жизненной позиции, семье, образовании. И после этого жюри задавало каверзные вопросы. Вопросы для всех были разные, они были неожиданные. Было очень интересно посмотреть, как реагировали девушки. Тем более я была в крайней пятерке. Передо мной девушка показывала очень красивый танец женской пластики, садилась на шпагат за мной. Девушка пела опер-оперная певица. Это было настолько вот... Я вышла, просто само ощущение праздника было уже от того пребывания там. Уже унеделю представить нашу краину на конкурсе «Месь света плюс сайз». Разом с Натальей за шанс трапить в финал будут змагаться гомельчанка Наталья Дученко и рычычанка Людмила Воинская. Балеем за наших Евгений Кухаронак и Гармарыщенко телерадио компания «Гомель». Эти иншые новины вы можете знайти на нашем сайте и интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи у эфира. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. После проведения необходимых следственных действий задержанного по подозрению в убийстве супруги священнослужителя из Азаричи выпустили из изолятора временного содержания. Сегодня женщину похоронили. Как сообщили в Следственном комитете 42-летнюю жительницу Азаричи без признаков жизни и с телесными повреждениями обнаружили 2 октября в частном доме. По подозрению в преступлении задержали ее 47-летнего супруга. В момент задержания он был не трезв. Калинковический районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент задержан также еще один подозреваемый 23-летний молодой человек. Проверяется его причастность к преступлению. Житель Калинковического района подозревается в стрельбе по дверям частного дома. В милицию обратился местный житель и рассказал, что вечером услышал глухой стук в дверь, а наутро обнаружил в ней пулю и несколько отверстий. Сотрудники стали разыскивать стрелка и вышли на соседа заявителя. Мужчина сначала все отрицал, а потом неожиданно сознался в содеянном. Приспособление для стрельбы утопил в канаве, а вместе с ним и патроны. Сотрудники милиции проверили дно водоема, благо он оказался неглубоким и нашли 10 патронов, 17 пуль, 9 гильз и ствол оружия с ударно-спусковым механизмом. Возбуждено уголовное дело. В октябрьском дать взятку сотруднику ГАИ. Вопрос о решении не привлекать его к административной ответственности мужчина оценил в 20 рублей. Деньги нетрезвый водитель положил прямо на стол в служебном кабинете инспектора. Предупреждения о том, что беседа записывается на регистратор, на нарушителя не подействовали. В итоге вместо одного протокола на мужчину составили два. Управление авто в состоянии алкогольного опьянения и дача взятки должностному лицу при исполнении. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На момент дачи взятки в его крови обнаружено 1,7 промилле алкоголя. После драки кулаками не машут. В Гомеле устанавливаются участники конфликта на крыльце развлекательного центра. В отделе внутренних дел администрации Центрального района проводится проверка по факту причинения телесных повреждений гражданам в ходе конфликта, который имел место 19 сентября в 4 часа утра на крыльце развлекательного центра «Континент» на улице Коммунаров. В связи с этим устанавливаются личности мужчин на фото. Если вы узнали этих людей или владеете иной информацией по данному факту, сотрудники милиции просят сообщить об этом по телефону, указанным на экране. На сегодня это все. Следите за происшествиями региона вместе с Де Факто. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завершились очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею с участием команд региона. Настоящая сенсация произошла в жлобине хоккеисты Металлурга более чем уверенно переиграли соперников из Солигорского шахтера, прервав тем самым их шестиматчевую победную серию. Хозяева первыми вышли вперед. Отличился Соломонов. Гости достаточно быстро сравняли счет, однако после этого буквально посыпались под жестким прессингом Столиваров. Шайбы залетали одна за другой. Особенно результативным выдался третий период. Итоговый счет 5-1. А вот гомельчане в этот вечер своих болельщиков не порадовали. Гости, хоккеисты Динамо из Молодечна с первых минут начали подтверждать статус фаворита. Оборона гостей продержалась до 10-й минуты. Счет в матче был открыт Грецким. До финальной сирены Рыси пропустили еще трижды, ответив лишь двумя заброшенными шайбами. Победа позволила Динамовцам вернуться на первую строчку турнирной таблицы экстра-лиги А. ВРЗ одержал домашнюю победу над столичной охраной Динамо в рамках пятого тура чемпионата страны по мини-футболу. Довольно быстро вагоноремонтники получили очень комфортное преимущество. В начале первого тайма с интервалом в одну минуту были забиты два мяча. Свои фамилии в протокол матча внесли Рогачев и Селюк. Гол престижа гости провели за несколько секунд до завершения матча. Еще один представитель региона Светлогорский ЦКК разгромно уступил столице. 0-3. БЧ свой поединок проведет в воскресенье соперник Дорожник. Мужская команда гандбольного клуба Гомель уступила лидеру дивизиона А БГК имени Мешкова. Первую половину встречи подопечные Сергея Цыганкова провели практически на равных, уступив по счету лишь 4 очка. А вот после перерыва отставание начало сильно увеличиваться. Как и результат 34-23. Самыми результативными в составе Гомеля стали Орловский и Осипков. Следующий матч состоится лишь 16 октября. Последнюю игру перед перерывом завтра проведет и женская команда. В Минске запланирована игра против БНТУ. Завтра также состоятся матчи 23-го тура чемпионата страны по футболу в первой лиге. Все поединки начнутся в 15.00. Светлогорский химик на своем поле примет лиду. Речицкий спутник отправится в гости к Микошевичскому граниту. А вот Локомотив свой матч пропустит. Причина, напомню, участие команды в чемпионате мира по футболу Международного спортивного союза железнодорожников во Франции. Игра с рухом перенесена на 30 октября. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова